За реализацию мероприятий «Десятилетие детства» в каждом российском регионе должны отвечать конкретные лица в должности не ниже заместителя главы региона. С таким мнением выступила первый зампредкомитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор партийного проекта «Единая Россия. Крепкая семья» Ольга Окунева. По ее словам, реализация этого плана должна быть в приоритете всех уровней власти. Окунева подчеркнула, что необходимо дать семьям гарантию защиты их прав, нацелить институты власти на повышение ценности семьи, материнства и детей. Для эффективности реализации плана мероприятий «Десятилетие детства» считаем необходимым закрепление ответственного лица в каждом субъекте России, контролирующего исполнение плана мероприятий в муниципальных образованиях субъекта РФ в должности не ниже заместителя главы региона, сказала законодатель. Депутат отметила, что в проект плана по «Десятилетию детства» вошло порядка 20 предложений, которые были разработаны на площадке партпроекта «Яр. Крепкая семья» и внесены через Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей. «Мы предложили создать межведомственную рабочую группу по разработке федеральной целевой программы организации отдыха и оздоровления детей», отметила парламентарий. По словам Окуневой, необходимо уже сейчас просчитать потребность в увеличении числа стационарных лагерей в будущем, при этом основываясь на демографический прогноз в субъектах Федерации. Она добавила, что предложения партийцев были отражены в 13 разделах проекта плана «Десятилетие детства». Партийный проект «Крепкая семья» занимается комплексной проработкой вопросов обеспечения безопасности детей. Кроме того, партийцы выступают с инициативой введения знака отличия «Готов к спасению жизни». Также вместе с Советом руководителей фракции ЕР было инициировано проведение в субъектах Федерации обсуждений по разработке единого межведомственного нормативного акта по безопасности детей. Вместе с тем было проанализировано наличие специальности «Учитель БЖД» в государственных педвузах. По словам Окуневой, в итоге выяснилось, что эта специальность отсутствует в 22 регионах страны. Она отметила, что партийцы предлагают дополнить в плане мероприятий раздел «Обеспечение безопасности детей» еще одним направлением. Это разработка программ по обучению всех желающих основам безопасности жизнедеятельности, поведения в случаях чрезвычайных ситуаций, инфраструктурного сопровождения, волонтерских целей спасателей. Также, включить в раздел «Здоровый ребенок» проведение всероссийской акции по сохранению репродуктивного здоровья семьи, добавила парламентарий. Напомним, проект «Крепкая семья» занимается укреплением Института семьи и семейных ценностей, одна из его главных задач – обеспечение благополучного детства. Также внимание уделяется поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических и инициатив главы государства. Под контролем партийного проекта находятся вопросы уменьшения числа детей-сирот, устройства их семьи и другие направления, связанным с их судьбой. Субтитры создавал DimaTorzok